Россияне отправили двух силовиков из Дагестана в Запорожскую область. Их судили в Украине. Двое силовиков из Дагестана пытали людей в оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Украинский суд признал их виновным в нарушении законов и обычаев войны, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру. Детали дела после оккупации Васильевского района В феврале 2022 года двое военнослужащих подразделения Махачкалинского ОМОН Управления Росгвардии по Республике Дагестан были назначены так называемыми «заместителем» и помощником военного коменданта, оккупационной администрации города Васильевка. С целью реализации оккупационной политики государства-агрессора и отдельных решений представителей оккупационной администрации, на временно оккупированной территории они объединили свои усилия на проведение подрывной деятельности против Украины. Россияне организовывали поиск и непосредственно участвовали в задержании патриотически настроенных местных жителей. После доставки их в помещение захваченного админздания Васильевской полиции издевались, принуждая к сотрудничеству, применяли электроток, проливали на кожу химические реактивы, вставляли острые металлические предметы под ногти рук, угрожали убийством родственников. Суд вынес решение двое военных ВС РФ признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении пыток, по предварительному сговору группой лиц, приговором суда им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому, военные преступления РФ в Украине. Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений. Недавно Следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ. Также сообщалось, что бывший полковник главного разведывательного управления, ГРУ, РФ, участник ЧВК, Вагнера, Игорь Саликов 18 декабря прибыл в Нидерланды и заявил о намерении выступить в Международном уголовном суде, МКС, с рассказом о военных преступлениях российских оккупантов в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.